Всем привет! Сегодня будет видео в продолжении темы про перекупщиков. Предыстория такая. Мы снимали видео про перекупщиков, зло это или не зло. И в этом видео участвовал автомобиль Chrysler Grand Voyager. Машина на самом деле по своему состоянию была эксклюзивом. Я ее планировал продавать в дальнейшем. И после выхода этого видео мне в социальные сети написал человек, который говорит, не продаете ли вы машину эту, я хочу ее приобрести. Это сегодня, соответственно, тот день, когда я наконец освободился. То есть меня несколько недель не было в России. Вот этот человек приехал к нам из другого города России. Мы сейчас с ним встретимся. Я ему покажу машину. Возможно, он ее заберет. И сегодня видео об этом, как люди покупают машины, как они покупают машины. По сути, у меня как у перекупщика. Давайте посмотрим, что получится. А так для себя берете или для работы? Для себя. Нам надо, чтобы у нас четверо детей сюда влазило. Да дети-то влезут без проблем. Рекомендовал вообще слабые места у этого автомобиля. Что-то антиформика надо сделать. Все арки посмотреть. То есть нагнуться. Вот здесь у них обычно коррозия. А у Chrysler тоже тут было. У этого автомобиля, чем он, да, и хорош, то, что он в таком музейном состоянии. И людям, когда говоришь, что здесь вот низы дверей, они у них у всех ржавые. Видите, здесь вот этот герметик заводской. Вообще-то даже не намека на коррозию нет. То есть если вы ее купите и потом в дальнейшем как-то все это дело обработаете, я думаю, что это сохранит ему жизнь. Потом, ну, у сдвижных дверей то же самое. Вот загляните, посмотрите, видите, она, ну, как бы в идеальном, да, в состоянии нету, да. Вот, потом про то, что я вам говорил. А, двери, если вы рукой их двигаете, то они открываются в ручном режиме, то есть они не ломаются. Вот, их можно закрыть, открыть кнопкой, кнопки находятся в верхней консоли. И вот здесь вот, соответственно, все работает. Все работает. Да. Вот здесь задняя арочка тоже, посмотрите. Ну, машина московская, знаете, есть мнение, что у нас здесь все машины сгнившие, но вот как бы, а мы людям рассказываем, что нет, не все. Вот здесь тоже обычная коррозия, видите, вот здесь чуть есть, да, такой очаг. Вот здесь обычно тоже кромка вся сгнившая, но у этого автомобиля с этим нет проблем. Ну и самое страшное, о чем, собственно, мы и говорили, да, вот. Да, это вот это вот видите. Но здесь дырки нету, вот с этой стороны. Ну, тут все делается, да, я вижу. Покажник, кнопочки нету, дай его закрывать. Кнопочка есть, она находится на центральной консоли вверху. То есть здесь сзади ее нигде нет. Ну, опять же, это сторона арка. Сзади новые амортизаторы стоят. А, вот видите, такой небольшой. Может быть, что-то было, да. Сюда вот прям. Сзади новые амортизаторы, которые поменены прям вот-вот там. 104 примерно тысячи. Ну, здесь то же самое, все вон там, да, в идеале. Самое вообще главное, то есть если какую-то механику там можно сделать, да, слесарный ремонт, то с кузовом, сами знаете. Ну, я про кромку, да. То есть здесь все окей. Вот здесь вот, где крепление замка. Посмотрите, да, на это. Аккумулятор новый. Что там когда и как менялось в плане тормозной жидкости, гидроусилителя, сложно сказать. Но жидкость, соответственно, здесь вообще, да, там как новая. Ну, на листик ее смотрели. В коробке тоже масло прям чистейшее. Красное, можете щуп достать, посмотреть. Ну, чистейшее. По мотору, ну, соответственно, лучше, конечно, поменять. Ну, масло-то точно поменять. Вот, сразу, да. Ремешок тоже, обратите внимание, потому что он на холодную подсвистывает, потом прогревается. То есть или ролик, или? Ну, да, да, да. Ну, а по всем остальным мелочам я вам говорил. Да, один омыватель. Левый омыватель, да, заглушен. Опора, да, но, опять же, там какие-то микротрещины, кто-то будет менять, кто-то не будет. Мы про это говорили, да, и задние селинблоки. Надо... Ну, я думаю, сейчас поднимем. Ресорные, если нужно, поднимем. И стоит ничего вообще ржавчины. Ну, как так, вот, как так? У меня тоже вопрос. Потом расскажете у себя в регионе, что в Москве бывают машины, там, да, сколько, 12 лет, получается, не ржавые. Когда машину забрали, посмотрели ее, да, все. Открыли, в том числе, и фильтр. Он вообще грязнющий. Угу. И заехал, сразу купил, вообще воткнул его, чтобы чистый был. То, что так можно... В общем, вы ее берете именно вот, скажем так, под нужды. Потому что многие берут просто машину побольше. Хочу побольше, да? Нет, мы берем именно под нужды, чтобы мы большая семья не было. А так, если нужно куда-то залезть, пожалуйста, залезем, посмотрим. Вот подушка. Угу, вижу. Вижу, что она есть там, где она... И вот ее, соответственно, вторая часть. Вот она, видите? Да, тоже видно. То есть, сложено аккуратно. В зависимости от марки модели, соответственно, где-то они имеют упаковку в сетку, где-то они обмотаны нитью черной, там, по-разному. Собираем, да? Да, да, да. Ну, видел, что у него пластиковых там идти. Это хорошо. Это перезагрузка, да? И самого страшного, да, ну, на что, как бы, я бы обратил внимание, опять же, вы про антикор спрашивали. Слегка, видите, вот подзамятые места установки домкрата, да? То есть, это как бы неаккуратно. Из-за чего это, ну, бог его знает. Скорее всего, неаккуратно домкратят. Да, да, домкратят. Вот, видите, чуть-чуть подмятым. То есть, опять же, не ржавое, не гнилое. Чуть-чуть. Здесь как бы освоение небольшое. Но она не формана. Она не формана, не формана. Просто освоение обремя. Угу. Бурно немножко вводит на холодную, да? Да, прогреется, перестанет. Вот, опять же, была возможность с хозяином переговорить. И он говорил. Вот. С его слов, опять же, со слов. Он говорит, что это было и на новой машине. И вот он так проездил. Сто тысяч. И типа смысла этим заниматься нет. Жидкость ГУРа не уходит. Соответственно, это пропадает все, когда прогревается. Ну, как бы я бы ремонтировать это не стал. Вообще, коробка переключает ни толчков, ни рычагов. Да, на эту тему у нас тоже с коллегами разговор был. Совсем так это. Раньше американцев, когда подбирали, сейчас на них вообще спрос нет. А раньше были. Всегда говорили, что у американцев очень жестко работают коробки переключения. А на самом деле, ну, просто, видимо, машины... Вниз тоже ничего нет. Машин, видимо, не видели таких вот с маленькими пробегами. Они в основном-то все привезенные были. Расход... Вот сейчас 14, да, показывает. Но я вот так в среднем ездил. Город, ну, и как бы достаточно загородной тоже езды. В среднем 13 литров. То есть 13. И на ней еще есть такая особенность, такая же, чего на европейцах нет. Вы на ней разгоняетесь. Например, когда сейчас разгонюсь? Там даже до 60. Опускаете газ. И она просто плывет. Она как бы держит эту скорость 60. То есть это особенность езды на американцах. Ездят до сих пор, да, 60? Да. То есть этого на европейцах нет. Там газ бросил, все. Все, это хорошо. Вот новый Rio X-Line. У вас есть такие машины? Есть. Такие есть. Солярис и Rio у вас тоже, да, распространены? Да. Ну, когда я посмотрел, новый Солярис я не хочу. Почему не хотите? Это потому что американцы не говорили. Ну, смотрите, вы берете машину с пробегом. То есть вы понимаете, да, то, что как бы она не новая. Какой-то риск там, да, каких-то поломок есть. Вот. Почему вы как бы не хотите взять новую машину, и там она на гарантии, плюс-минус, наверное, за те же деньги. Ну, чуть-чуть подороже, да. Понятно, что другое класс, там не будет семи мест, но отсутствие каких-то головных болей. Почему вот вы новые не выбираете? Нет, надо комфортную машину. Надо комфортную. Нам надо комфорт, семь мест обязательно. И тут все есть. И простая, она и в обслуживании простая. Очень простая. И по запчастям она простая. Ну, в общем, что, желаем удачи вам. Вот. Чтобы не ломалось, да. И самое главное, что хотел сказать, что мы же подбором машин занимаемся. И просто, чтобы вы не думали, что это как-то связано там с подбором и так далее. То есть это конкретная перед продажей, сделка там между нами. Это, ну, как скажем, хобби, да, мое. И к услугам компании особо никакого отношения не имеет. Просто для вас как бы такая дополнительная, да, гарантия, то, что вот я, вот компания, вот имя, да, там. Вот бокс, там можно и понятия посмотреть. Нет, это было одним из ключевых при выборе. Как вы вообще, интересный момент, там ролик на ютубе посмотрели и... Да, я посмотрел ролик на ютубе и сразу написал. По сути машина там без объявления продалась на автору. И в принципе нет ничего страшного такого, да, то, что там перепродажи там и так далее, да? Нет, ничего страшного. Все нормально. Все очень хорошо. Ладно. Спасибо большое. Да, счастливо, удачи добраться. У нас Сыжевска из последних, вот этот Ford Fiesta ST красненький был, который. Он тоже Сыжевска был. Тоже Сыжевска. Да. Спасибо. Ладно. Спасибо. Удачи вам, да, всего хорошего.